Добрый день, дорогие друзья! С вами Магия Исцеления и Марийка. По вашим просьбам, опять хочу снять видео небольшое, хотя у меня есть видео про лебеду. Лебеда во времена войны, да и не только во времена голода. Это очень стойкое растение, спасало многих людей от голода. Лебеда употребляется практически полностью. Вот даже сейчас, летом, я ее добавляю в салаты, листики, в супы, в смузи. Можно высушить, можно перемолоть, можно сделать солью. А также семена лебеды, у них ореховый цвет такой немного. Вообще лебеда безвкусная, она как бы, листики так выглядят, как будто они обсыпаны пылью, но это у них вот такое свойство. Из листьев лебеды, а в основном из семян, раньше делали хлеб. Такой вот труд, столько семян собрать, высушить, перемолоть. Скалкой разбивали семена и добавляли воду. Я говорю, во времена голода, когда мне бабушка рассказывала, что на воде замешивали лепешки и пекли, и это был хлеб. Почему полезна лебеда? Потому что она содержит все практически аминокислоты, важные для организма. Белки, то есть протеины, витамины С, витамин Е, А и витамины группы В. Также она богата железом. Вот когда вы кушаете лебеду, листики, вот я сейчас съела, и остается послевкусие, как от шпината. Вот у листьев шпината тоже покушаешь, у них такое вот послевкусие во рту, как просто растение содержит много железа. Какие минералы находятся в лебеде? Это железо, уже сказала, калий, кальций, фосфор, молебеден. Йод. Короче, многие элементы содержатся у лебеде, а также антиоксиданты. Людям, у которых подагра и камни в желчном пузыре, а также в почках, нужно быть очень-очень осторожным, потому что лебеда содержит очень много щавельной кислоты. Вот, поэтому у нее есть такая сила, которая толкает камни, потому что лебеда относится тоже к мочегонным растениям. Какие же свойства, скажем, у лебеды свойства? Как она влияет на наш организм? Во-первых, улучшает пищеварение. Самое главное, что лебеда полезна для женщин, потому что она укрепляет кости, весь костный скелет. То есть, это самая настоящая профилактика остеопороза. Это бич 22-21 века нашего. Да и вообще. Короче, укрепляет тоже сердечно-сосудистую систему. А железо, которое находится в лебеде, помогает поддерживать уровень эритроцитов. Ну и, конечно, тем паче нормализует гемоглобин. Как вы знаете, эритроцит, он для того нужен, чтобы разносить по нашему телу железо. А железо, это в соединении с другими элементами, носит в себе кислород. Калий в лебеде расширяет сосуды и обеспечивает хорошую работу сердца. Снижает артериальное давление и нормализует, скажем так, не очень хорошее воздействие натрия. Натрия – это все соли. Медь и цинк восстанавливают работу головного мозга и очень полезны для нервной системы. И для иммунной системы, конечно, тоже. Что еще делает лебеда? Лебеда укрепляет зрение. Отвар из лебеды помогает примерно справиться с заболеваниями полости рта. Воспаленные десна, больное горло. Устраняет еще неприятный запах изо рта. Ну и те люди, которые имеют те или иные проблемы с кишечником, скорее всего, вплоть до язвы желудка, сок лебеды, то есть каша из лебеды, скажем так, она хорошо вылечивает раз за разом язву желудка. Но это, конечно, опять же при особой диете и так далее, и медикаменты, которые вы употребляете. Как я сказала уже, что лебеда выводит токсины, очищает почки от избытка солей. А соли, когда кристаллизуются, превращаются или преобразуются в камни. Поэтому вот избегайте, если у кого есть камни уже в организме, я об этом говорила, очень внимательно после консультации с врачом, может быть, принимайте лебеду. Лебеда очень хорошо помогает, если делать отвар, либо кушать так, она снимает, ну является как бы спазмолитиком, снимает спазмы матки, а также, ну, снимает боль, можно сказать, облегчается состояние. Ну, еще что делает лебеда, замедляет старение кожи, потому что стимулирует выработку коллагена, из-за того, что она содержит много аминокислот. Защищает и восстанавливает работу печени, особенно это хорошо всем людям, которые страдают гепатитом, принимать по одной чайной ложке. Как делается сок из лебеды? Собираются листочки, проходят через мясорубку или измельчают, соковыжималки можно, но это нужно фабричную, специальную, и появляется сок. Отжимается через марлечку и по одной чайной ложке, и немножко соли, немножко щепотку. При диабете лебеда снижает уровень сахара, то есть это как бы чай из лебеды, отвар. Можно засушить примерно на зиму и делать себе отвар. Одна чайная ложка сухого сырья на 250 миллилитров кипятка. Что еще? Ну так, я уже сказала, что делают лепешки из лебеды, делают салаты из лебеды, делают супы из лебеды. Примерно мне нравится суп, который с ботвой от свеклы красной, с добавлением щавеля, зелени и лебеды, картофель, морковь. Очень вкусный и полезный суп. Ну, лепешки тоже можно размолоть, вот листики измельчить в блендере или как можно порезать ножом. Также, по сути дела, можно сделать как вот тыквенные оладьки, оладьки из тыквы, так же и с лебедой. Можно сделать в комбинации. Лебеда подходит к каждому овощу, потому что она практически не имеет вкуса. Но зато ее витаминный состав может посоревноваться с другими растениями. Хотя лебеда считается сорняком, но она очень-очень полезная. Как же это сказать-то? Ну, вот растение, полезное растение. Так что сушить лебеду на зиму можно и нужно. Хотя бы немного всегда ее иметь в домашней аптечке. Лебеда стоит, вот, практически она такая устойчивая. Многие огородники это знают, что с ней борьба идет целое лето. Но лебеда, она стоит до, наверное, как и полынь, до поздней осени. Может быть, только что листочки начинают темнеть, а вот семена, они еще сохраняются. Так что собирайте, запасайтесь на зиму и добавляйте в хлеб. Печеный можно добавлять. Я тоже добавляла. Очень вкусно. А я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Магия исцеления. Подписывайтесь в Телеграм-канал. Там тоже мы находимся под магией исцеления, а также ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»